И сейчас выпускают вещи тройного назначения. Их можно использовать на военке, на гражданке, а еще их можно петь. Ветеран физтех-песни Андрей Брызгалов. У академика Зельдовича есть сын, физтех. И вчера я отвез Леню к Косте Наумочкину, это автор шутки «Партия, дай порулить», если помните. Партия, дай порулить! Не от сновизма и не от скуки, сегодня в бизнес убежала полнауки. Членкор и МНС считают НДС, у них к нему... Директор технопарка, да? Нет. Мы его придумали. Ну, в смысле? В смысле в России есть единственный технопарк. Это в Новосибирске его придумали мы. А вы находитесь в академгородке, да? Не имея юридически к нему никакого отношения. Я до академгородка еще не доехал. А вы знаете основных деятелей технопарка вообще в Москве и так далее и тому подобное? В Москве нет технопарка. Есть организации с такими названиями. На заборе можно описать «Мир труд и май». Там от этого не возникнет ни мира, ни труда, ни май. Вы сейчас Капицу вспоминали, в МПТИК закончили, да? Тоже у него учились, да? Вы, Сергей Петрович, Капицы? За характера общей физики он не лекции не читал. Ну, понятно. Вот Владислав тогда уже даже ему сдавал. Я знаю, что технопарки, они как-то работают, там какие-то помещения сдают и все такое. Но я бы хотел там и среду какую-то определенную создавать. Глядите, если у вас есть вопрос, что такой технопарк с моей точки, я готов ответить. Стоп. Вот с этого и начнем, Александр Владимирович. Большое вам спасибо за травку для разговора. Итак, в Новосибирске создан идеальный технопарк. Тема номер один нашего интервью. Рассказывайте все, с чего от начала затеи до продолжения затеи, цели, задачи, достижения. То есть парадный портрет. Ну, во-первых, он далеко не идеальный, то есть не близко к технопарку. Но, на мой взгляд, это лучшее из того, что есть. В каком смысле слова, что называется, какую задачу люди решают. Мы решали задачу создания инфраструктуры для создания, извините за того, где он, так сказать, нового, в части приборостроения. Приборостроение – это такая деятельность, которая, как бы, ну, говоря так, если измерять сложность деятельности в отношении количества участвующих к количеству субподрядчиков, то приборостроение – это самая сложная деятельность, которой человечество занимается. Ну, например, у банка 5 субподрядчиков и 300 сотрудников, или 200. У строительственного завода 5 тысяч сотрудников и, условно, там, 500 субподрядчиков. А в предостроительной компании размером 100 человек, может быть, там, полторы тысячи субподрядчиков. А каждый раз, когда автомобиль не ездит ни без двигателя, ни без корпуса, ни без замка зажигания, мы думаем, что все надо. В этом смысле приборостроение – это деятельность, которая требует наличия развитой логистики и большого ассортимента производимого, большого количества компетенций. Средоточник в небольшом коллективе. То есть делать прибор с 10 тысячами сотрудников непонятно как-то. И вот так нам повезло, что мы занимаемся приборостроением в Новосибирском академии в городке. И где-то на рубеже 2000-х годов мы случайно, в общем, если честно говорить, наткнулись на тему востребованную и столкнулись с проводами Роско. В каком смысле слова? Заказ по году в ванне – то больше, то меньше, то меньше, то меньше, то меньше, то меньше, то меньше. А традиции отечественного хозяйства у них состоят в том, чтобы все было мое. То есть у них, скажем так, экономика услуг, то есть вот есть Мерседес, а есть БМВ, у них есть подвеска. А в подвеске есть какие-то более-менее однотипные элементы. Но они разные конструктивные. Вот кто-то эту подвеску должен разрабатывать и производит, а кто-то должен производить элементы трансмиссии, ну и так далее. Автомобильное производство – это производство сборочное и с комплектующим. И количество комплектующих безумно. И вот когда АвтоВАЗ стартовал, то на заводе производилось все, там только руда не добывалось. То есть, соответственно, заводы – это были там десятки тысяч, а сборочный завод – это там две тысячи человек, а современный сборочный завод – это пятьсот человек. А субподрядчиков при этом могут казаться тысячи. Только вот традиции из предыдущего технологического вклада таковы, что все бы хорошо делать самому. А эффективность – это когда каждый делает то, что он имеет лучше силу. Ну, скажем, условно, на любом из заводов объединенной настроительной корпорации, там десять заводов, и, соответственно, у каждого завода, там, не знаю, пять цехов механических. Ну, это, я думаю, минимум. Ну, и, соответственно, сорок процентов гитарей и самолетов производится на этом заводе. А на заводе «Боинг» нет станков, это сборочный завод. А авионику, там, шасси, там, не знаю. Это все делают какие-то другие предприятия, потом все собирается куча. А когда вы делаете что-то новое, то проблема первого экземпляра, грубо говоря. Получается так, что для того, чтобы сделать первый экземпляр, мне нужно иметь 300 субподрядчиков. Но я трехстан субподрядчиков не интересен субподрядчикам, потому что мне нужен один экземпляр. А будет у меня сто экземпляров, тысяча экземпляров, десять экземпляров, не знает никто. Как же мне сделать один прибор? В рамках советской экономики можно было сделать прибор, только если ты работаешь в соответствующем специализированном институте. А если не родишь в соответствующем специализированном институте, то непонятно, куда пойти выточить гайку. Буквально. Потому что завод за гайку не возьмется, она ему не интересна. А мастерские институты – это те, кто работает в институте. То есть все станки себе покупать шоу, или как быть-то? Это одна из причин невысокой эффективности институтов развития. У них как бы проектное мышление, но не создавая инфраструктуры, получается, что каждый проект применяется полной инфраструктурой. Но ставят еще не повороты, уже дорогие. И, соответственно, длинным риском. И вот мы, насколько мне известно, в первый раз в России реализовали традиционную для мира концепцию. То есть вот есть супермаркет, это место для продажи вторософтных товаров. Мы ходим в супермаркеты из-за того, что там комплексно. Понятно. Там ассортимент, может, 10 тысяч позиций там, не знаю. А если мы, значит, покупаем с окошки жене, то мы идем в бутик, где продается не просто только овуфь, но еще и овуфь определенной фирмы. И вот идея была такая, чтобы сделать совокупность технологических бутиков. То есть вот эти бутики, они либо вообще автономные, либо в составе неких молвов. То есть дом принадлежит кому-то, а отдельные предприятия и отдельные магазинчики, они все абсолютно самостоятельны. Они просто арендуют в одном и том же месте. Логика понятна. В это место приходят люди и за тем, и за этим, и за этим, но это не супермаркет. Это самокупность небольших, с небольшим ассортиментом таких мест, которые выживают потому, что то, что они делают, это очень качественно. Это ремесленничество? Нет. Это, например, это продажи, это не изготовление. Я говорю сейчас о молах, классически. Мы решили сделать технологический «но», когда в магазинах продаются не товары, а услуги. Ну, то есть вот, в примере с Mercedes, с BMW, какое-то малое предприятие делают какие-то элементы подвески Mercedes. И, скорее всего, из таких BMW тоже. Но, кроме Mercedes и BMW, они никому не нужны. В этом смысле, это не товар для рынка. Я произвел и пошел продавать. Это, скорее, на услугу похоже. Ну, как парикмахерская. Нельзя подстричь, что-то и на полку положить, а потом продавать результаты подстричь. Конкретный инцепент приходит и устригут. Так и здесь. Mercedes приходит и ему делают конкретные штучки. А BMW приходит и ему делают другие конкретные штучки. В этом смысле, в Советском Союзе, в России, экономика товаров, условно, скажем, на Западе, хотя это так и в Японии, и в Корее, и в Южной Австралии, и во всей Евро-Восточной Азии, это экономика услуг. Это приводит к большому количеству малых предприятий. Малые предприятия – это уже статализированные гибкие штучки. Всякие бывают, но в среднем. А развитие технологий таково, ну, то есть, как бы, технологии становятся все менее человекозависимыми. В этом смысле делается на таком гигантском заводе или просто это три станка. Производительность трех станков, понятно, выше. Но потому что на заводе есть обременение в виде всякой логистики, там, какие-то огромные склады, куда-то что-то нужно мазить. А здесь все бам-бам-бам-бам. Поэтому малые предприятия эффективно являются поставщиками услуг для брендов. Ну, скажем так, да? Так устроена мировая экономика, а наша устроена по-другому. Ну, соответственно, намаявшись с покупкой собственных станков и с попытками обращаться на заводы, мы пришли к поводу, что нужно что-то такое, куда любой человек пришел, и мы вытащили одну гайку. Ну, ремесло, да? Ну, почему ремесло? Ну, что-то вертится в голове, что ремесленничество – это и есть вот что-то штучное для какого-то... Ну, понятно, что тут, скорее, на уровень НИИ нужно переходить. Давайте так, ремесленничество – это, на мой взгляд, это никогда не является услугой. Это создание конечного изделия, подконечного потребителя. То есть ремесленник, делающий гайки странными. Ремесленник, делающий трактора понятен. Вот. И в этом смысле ремесленничество – это как бы опять миниатюрная попытка, но собрать все к себе. То есть ремесленник, он и кует, и что-то красит, и что-то там на ручки набирает там. И так, ну, наверное, эффективно, я не знаю, только создавать предметы искусства, например. А вещи как бы ответственные, но назовем их так. Они все-таки нуждаются в испытаниях, в огромном количестве технологий. И ремесленник, у которого 300 технологий под ружьем, это что за ремесленник такой? У него и гальваника, и термичка, и механика, и там какая-нибудь намотка, и пайка, и бог знает что. И вот мир пошел по такому пути. Вот этот паяет, но хорошо. Вот этот не то, чем, но хорошо. Скажем, в Англии есть фирма, которая занимается термической обработкой. У нее 180 филиалов по делу. Каждый такой филиал только занимается термической обработкой металлов больше ничем. В России таких термических – пять. Вот таких, которые занимаются под термичкой. А когда это подразделение завода, то на заказчика ложатся его накладные. Если не по деньгам, то, по крайней мере, по логистике. Скольких он должен обойти, потому что термически мы что-то сделали вообще. И мы сделали вот эти технологические бутики. Мы их придумали. Мы придумали концепты. Мы придумали, что если государство хочет помочь процессу, то вопрос, в каком доме происходят инновации, он, конечно, есть, но, наверное, седьмой или девятый. И вот когда вы говорите о том, что в Москве есть технопарки, то дома есть, и вывески на них есть. Там нюансы какие еще? Что попытки создать инфраструктуру, они вырождаются в попытке создать опытный завод. А опытные заводы все умерли. Именно потому, что вот такой зоопарк технологий невозможно загрузить. Одним заказом. Если вот эта технология работает на свои заказы, у нее 50 заказов. Вот эта технология не на свои заказы, у нее 30 заказов. Эта технология не на свои заказы, у нее 100 заказов. Часть заказов, да, действительно, путешествует по нескольким технологиям. Но меньшинство. Большая часть пришел, тебе покрасили, ты ушел. И вот от этого эта структура эффективна. Это вопрос управления. Это очень по-дилетантски считать, что продавец это неправильно. Поэтому пусть их будет как можно меньше, поэтому пусть будет огромный завод и отдел продаж там 10 человек. А бывает эффективно, когда в малом предприятии работает 20 человек, и из них трогают продавцы. Ну, не все так просто. Вот, и мы сделали, придумали концепт, и государство нам помогло. То есть оно нам помогло, с одной стороны, в лице Министерства экономического развития, которое написало, ну, как действуют чиновники, они придумывают некую сущность без деталей. Если потом те, кому это надо, наполнят это деталями, ну и слава богу. А если не наполнят деталями, ну, значит, оно забудется и будет чем-то другое. Ну, вот этих форм уже было очень много. Там были особо динамические зоны, там. И все куда-то делать. Ну, как бы они, как бы, есть, но, как бы, как бы, не идея даже, на идею-то не тянет. Лозунг исчерпал себя, ну, будучи сколько-то раз материализованным в каком-то качестве. А представить себе, что какой-то мужик с морозом пришел, там, в Совет Министров и сказал, давайте сделаем технопакт. Ну, во-первых, вот вода не пушит, а сентября никто не будет слушать. Ну, и так далее. Поэтому это, как бы, так вот, удачное столкновение инициативы сверху и потребности снизу. Вот так получилось. Ну, и, соответственно, Новосибирская власть нас поддержала, была использована программа вот Министерства экономического развития, она называлась, по-моему, центр прототипирования. Или даже коллективные центры. Центры коллективного пользования. Абсолютно бессмысленный термин, как термин. То есть это что надо понимать, что любой человек, который пришел, пускай самку потачить, что ли? Что значит самокротивный продавец? Это магазин по продаже услуг. Ну, фризология чиновников, она же стоит на нескольком качестве обучения в средней школе. Если человек хорошо учился в школе, все равно что-то, чем он уходит. Ну, что-то, ну, что-то прилетит, что-то делает. А тут, как бы, человек не очень... Ну, там уже сама выразиться хочет. Ну, все хотят. Все хотят быть нужными. Это нормально. Ну, следства разные. Это я так думаю. Ну, короче, придумали мы эту штуку. Государство купило станки, которые нам написали какие. И сдало в аренду. Очень дешево. То есть в вашем городе в аренду в дешевую стоят дома. Но в доме можно сделать, например, публичный дом. А из станка нельзя сделать публичный дом. Станок может только точить. То есть взять в аренду станок и ничего с ним делать невозможно. То есть это гарантированное, правильное употребление. Но сушить на токарном станке белье, это как-то очень странно. Токарный станок, чтобы не токарит. А фрезерный, чтобы фрезеровать. И в этом смысле это в значительной степени защита от обвинениями целого использования средств. Станок это станок. Ну, приходит там представитель государства. Им что-то не нравится. Говорят, ну, забирайте станок. Взять представитель государства, забирайте станок. Куда оно? Это устойчивое стену, пережившее там. Сейчас четвертый губернатор, ничего не меняется. Но поскольку это мало кто делает, все эти виталия загружены в три смены. Две с половиной. А почему мало кто делает? А понимаете там, как получается? Государство этично просит купить станки. Ну, раз оно строит дома и сдаёт в аренду, ну, кажется, станок или дом, да? Ну, понятно, что станок больше имеет отношение к новым, чем дом. Ну, так интуитивно. Но, брать у государства деньги нельзя. Если вы берёте государства деньги и кому-то платите зарплату, значит, вы вор. Ну, такова парадина. Поэтому зарплату платили мы. Продолжение, а даже в случае госзаказа... Нет. Какой госзаказ? Ну, госзаказ государства у вас выступает в роли заказчика. Сделайте на ваших станках какие-то, какие-то изделия или что-то, я не понимаю. Нет. Давайте договоримся, что государство – это не человек. Государство – это много-много-много всякого разного. И Минэкономразвитие, и вот эта его программа развития, и, скажем, Министерство обороны, или там ФСБ, или там МЧС, которые заказывают себе конкретные жилетки, они – это просто разные вещи совсем. Здесь речь была о том, чтобы просто сдать в аренду, дешевую в аренду, качественные станки. И все. Более внятно участвовать в процессе ситоза нового. Ну, новое – это то, чего нет, да? И тот, кто понимает, чего нет, что он в государстве-то делает. Чтобы разобраться в том, чего нет, нужно вот этим заниматься. Да? А, ну, чтобы… Я про то, что новое приносят, и говорят, надо или нет. Иногда приносят на рынок. Это айфон. Они сделали айфон, не советуюсь ни с кем. Они просто сделали, пришли на рынок, и народ сказал, ну да, типа, класс. Да? А если это новый истребитель, то в качестве того, кого приходит к государству, говорят, тебе нужен вот новый истребитель? Государство, представленное военными, иногда говорит, нам нужен вот такой истребитель. Так бывает чаще, да? Но в каком смысле новация, новация мрует. Когда вы строите 539-й самолет, это очень сложная штука. Но вы уже строили 538-й. А когда вы строите первый самолет, пойти-то не к кому. И никакого заказчика у вас нет. Ну, откуда? Это первый самолет. Причем-то государство. Оно, как положено в большой системе, среагирует на 15-м шаге. Когда уже самолеты летают, и понадобятся правила, ограничивающие движения, чтобы не было остановений, вот тогда понятно, зачем вы строите. Или когда вы на самолет пулемет поставите, понятно, зачем государство. А пока это самолет братьев райд, какое государство. А новое, на мой взгляд, новое, это вот, которое, его нету. Другой вопрос, что вы или угадали какую-то проблему, и ваше действие как-то там ее решает. Или вы просто сделали какую-то штуку, пришли, позвали домохозяек, и сказали, вот, берите, не берите. В общем, сделали, придумали инфраструктуру, сделал ее, воплотил ее на деньги государства коллектив технопарка. Технопарк – это акционерное общество открытого типа с 120-м участием Новосибирской администрации областной. Это бутик, мол, в котором представлено, ну, наверное, штук 20 предприятий на сегодня и штук, наверное, 300-400 технологий. И, соответственно, вот эти инноваторы, они вьются вокруг этой инфраструктуры, чтобы сделать свое первое. Вот в этом была затея. У нас побывал оба президента, которые у нас были за весь период, вот этот, они у нас побывали. Ну, вот субъективно мне показалось, что им понравилось. Но, как бы, ну, понравилось. Ну, это довольно такое модное было место, то есть там перебывали все просто. И после этого, ну, мы как один из, не знаю, тысячи пользователей инфраструктуры технопарка, ну, пользователи, пользуют. То есть мы могли бы сделать это себе, но, во-первых, у нас не получается вот такой ассортимент, много денег надо. Во-вторых, как мы его загрузили? Ну, как? То есть, ну, кем надо быть, чтобы загрузить там 300 технологий? Шет. Поэтому мы, как бы, ну, влили мозги, эмоции, деньги. Стартовый импульс. Оформленный, да? В предприятия, доведенные до состояния рентабельности, когда деньги вкладывать уже не надо. Это инфраструктурные предприятия технологические, которые выполняют технологические операции. Оказывая услуги заказчикам. И они не спрашивают, заказчик, ты кто? Ты инноватор или нет? Потому что если спрашивать, то это основа коррупции. Есть просто такой факт, что если человеку нужна одна деталь, то поводов только два. Это ли что-то новое или нет? Третьего повода я не предъявляю. Понимаете? Ограничание штука очень обоюдоостро. Надо очень тщательно подумать перед тем, как что-нибудь запрещать. Поэтому ничего не запрещено. Магазины, туда приходят люди, покупают услуги. Это на то, что ты тут инфраструктур. Ну это прекрасно. Это мир. Мир устроен вот так сейчас. Если можно, Андрей Андреевич, география ваших предприятий, технопарка и вот, собственно, самые запоминающиеся клиенты. То есть самые запоминающиеся гайки, самые запоминающиеся железки, которые нужно было покрасить или прогальванировать. Обратите внимание. Эти предприятия мы создавали в том смысле, что мы определяли технологические возможности, писали список оборудования, но покупало и государство. Мы набирали первичный персонал. Это 3-4 человека. Ну, скажем так, главный технолог. Ну, у такого предприятия вообще, может, кажется, что один технолог. Что мы сделали еще, пожалуй, существенного? Мы построили производственную логистику внутренних предприятий так, что стало выгодно производство одной гайки. Ну, это не нулевое достижение. Это не всем экономистам дано. Ну, экономистам вообще не про это. Я же про организацию процесса. Ну, не всем менеджерам дано. Понимаете, вы так формулируете, что мне хочется спорить. Спорьте? На то оно и интервью, Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, давайте совсем коротко. Ваш биографизм, родной город, как вы попали на физтех, как вы провели время на физтехе, с некой степенью подробностей. Как у вас получилось учреждение ансамбля под названием «Гони-М», ваша причастность ко всякого рода творческим структурам физтеха, типа театр миниатюра аэрофизиков под названием «Тьма». Я работал в Иркутске в 58-м году, в возрасте полутора лет был достопным самолетом в Калининград. Батя был штурмом, матушка учительница. Батя уже нет. Матушка регулярно приезжает в Новосибирск. Она у меня дважды защитилась, профессор гуманитарий, чистый. Батя ходил комиссаром, первым помощником капитана, так это тогда называлось, на судне под названием «Академик Курчатов». Это был флагман советской науки, который демонстрировал свои белые борта в 80-ти процентах мира. Это первый советский пароход, который пришел в Монако, первый пароход советский, который попал на берег сломанной кости, ну и так далее. И половина экипажа – это была наука, в основном московская, частичная пикетерская. И, соответственно, был очень дружный экипаж. То есть с наукой этот экипаж дружил, наука менялась, экипаж тоже менялся, он реже. Но это были молодые, веселые, компетентные, оптимистичные, замечательные люди. Поскольку я к бате ходил на пароход все время, то я тоже там типа умеялся. Мне хотелось так же жить. А где-то в пятом классе мне попалась книжка «Чего-то про ракеты». Я, кстати, сейчас таких книжек не вижу, были очень хорошие книжки детские. Про атомную физику, про электронику, про ракеты, много про чем. Я эти книжки читал и потом начал притворять в жизнь прочитанное. Соответственно, Калининград – это был такой на тот момент самый… Я не знаю, как в Сталинграде, это было в Волгограде. Когда наши взяли Кенигсберг, там были чудовищные бои и бесконечное количество оружия. Оно было везде. И там к девяти годам я стрелял из всего, что было на Советско-Гибанском фронте. Из фауст-патроны не стрелал. Из всех видов стрелкового оружия я был такой не один. Это была преемственность. То есть там 12-летние водили стрелять 9-летние, 9-летние – 5-летние. Ну, на таких специализированных стрельбищах, да? Стрельбища мы устраивали там, где нас могли не поймать за развинчиванием головки 120-летнего снаряда. В Калининграде была такая штука, она называлась «Развалки». Немцы очень сильно укрепили город, и взломанное это все было артиллерией. И просто в чистом поле, вот так вот развороченные плиты железобетонные, ну, просто такие фантасмагорические, в общем, места. Кенингберг жил чуть ли не миллион человек. А в послевоенном Калининграде там 200 тысяч. Осталось два целых дома. Целых – это значит, всего лишь окон не было. У всех остальных не было перекрытий, стены. И потом город отстраивался, прихорашивался, но оружие никуда не делось. Его невозможно было собрать, оно было везде. В полях, да? В полях, под домами, под дорогами, в подвалах. Кенингберг окружен центр, был окружен кольцом фортов. Форты средневековые, и там всегда есть рвы. И вот в этих рвах ящики с автоматами переделывают пергаментом, проложенные. Ну, если это немецкие вещи. Ну, в общем, ну и, соответственно, начитавшись в книжах про ракету, поняв, что на свете бывают черный порох, баллиститные пороха, смесевые пороха. Я баллиститные пороха я делать не мог, а смесевые мог. Кислорода от аммонии я синтезировал. Это основная кислительность электрогатурных ракетов. То перешел к жесткостным попыткам. Это была серия взрывов, в аварии никто не пострадал. Ну, как-то взрослые смотрели на это спокойно. То есть экспериментальная физика, физика взрывчатых веществ. Экспериментальная техника. Как где-то. Физика была до того, и я в тот момент узнал, о чем лучше сейчас. Но взять там патрон 12-го калибра, папковый, без капсуля, наполнить каким-то составом, типа черного пороха или что-нибудь покруче, поджечь, ну, обеспечить стартовую поверхность горения заряда, то есть просверлить коническим сверлом через задницу, чтобы на старте много газа выделялось. Ну, чтобы аэродинамическая стабилизация ракеты наступала сразу, как только с направляющих сходить. Потом я стал закладывать в головки этих ракеток маленьких, то, что мы выковыривали из реликонов. То есть толк, как известно, плавится. Вывенти взрыватели, носовые, донные. Мы выплавляли толк в форму, стамеской на трудах обтачивали головки, в свое время резьбе ввинчивали донные взрыватели от пушки реликон швейцарской. И прокладывали стабилизации с двигателя к головке. Ну, это нитка, которая вымочена в дегстрине, в которой много пороха. Такой бифордовый шнур без оболочки. Эти мои ракеты успешно летали, взрывались. Мне страшно продвигаться. А у вас целая команда была, да, одиномышленная? Нет, у нас был классный двор, там были разные ребята, интересные. Мне кажется, что большая часть из них сидит. Не то, что они были какими-то жуткими хулиганами. Просто мои папа с мамой меня там в дом пионеров. А как-то не задумывались родители. Просто черная работа с утра до ночи. Некогда. Дети предоставлены сами себе. Так какие годы? Как год рождения вы? 58-го. Это конец 60-х, начало 70-х. Дом пионеров это была просто песня, он был не один. Там были всякие кружки, там было бесконечное количество детей. Но всех детей эта штука охватить не могла. Это все-таки нужно другой уровень финансирования. Потом я стал заниматься в смысле в этом кружке ракетного моделирования. Больших успехов не достиг. Но в основе чемпионат по ракетному моделизму выиграл. Ну в смысле выиграл. Моя ракета ушла дальше всех. Она не была как раз вот на самой боевой части. В верхней точке она шарахла. Это же злодимое впечатление. На жюри меня детали сценировали. Я решил, что это как бы... Да! И стал батю допрашивать насчет физтеха. Он меня знакомил с наукой, как ее тогда называли, часть экипажа Курчатова. А на Курчатове, кстати, бывали. Было время, когда там были метеорологические ракеты. Это было классно. Я стал читать книжки там, всякая идея. И поступил на физтех, намереваясь заниматься ракетами. А на третьем курсе, на втором курсе, когда мы сидели в читалке и готовились к экзамену по дифраму, ориентированному мнению. По 6 часов утра, солнце светит, заходит мужик из Байконура. На физтехе никакой дедовщины отродясь не было, но студенты предыдущих курсов боготворили студентов в последующем. Потому что в последующем всегда помогали всем. Советами, деньгами, одеждой. Не было такого, чтобы тебе кто-то отказал советы, чтобы кто-то убежал от разговора. То есть помоги мне с тем-то, с тем-то, с тем-то. И это всегда ценилось. Мне давали такие консультации, и я сам такие консультации давал. Не идеализировал в абсолютных терминах, но по моему глубокому убеждению, это был лучший гуссмиральный. Просто лучший гуссмиральный. Такие крем-брусы, непонятно. То есть любой физтех мог сдавать экзамен, в смысле диплом писать в английский, если хотел. Языков, как известно, было по крайней мере два. Правда, второй язык изучали спустя рукава. Но варианты были. Кто хотел, пожалуйста, французский, немецкий, японский. Я учил французский, как второй. И запомнил только слово «рекрежертерок». Больше ничего. Но французский предварительно были очень симпатичные. Межлюбие, правильные. А потом пришел этот мужик, сказал, что космический пуск – это природное сожжение 400 тонн керосина. Я что прикинул, ну действительно, куда дальше? В чем нужно выжать из химического топлива? Ну, максимум кислород, водород. Все. А вообще-то, из других видов энергии, как-то удельную тягу можно поднять, там, кардинально выше. Ну и, короче, поменял кафедру. И занимался диагностикой сильноточного электронного пучка. Кстати, потенциально, на мой взгляд, не электронный, конечно, пучок нейтрального водорода, то есть пучковое оружие. Пучок нейтрального водорода разогнанный до, там, около световой скорости. Это единственное средство потенциальной борьбы с метеоритом. Потенциально больше ничего сделать нельзя. А вот если таким пучком светить в торец, то он метеорит, а кроме торца ничего не видно, он же далеко. Вот его торец, обращенный к стороне излучательной энергии, становится реактивным двигателем. Ну, потому что испаряется вещество. Возникает реактивная теоретия, направленная, как бы, супротив траектории. Еще раз, как называется эта технология? Пучковое оружие. Пучковое? Пучковое оружие не получится. Вариацию на тему «Звездных войн» там что-то подобное было в кадре. Нет. Ну, так это уже существует? Сейчас, слушайте, Андрей Ильич, добейте, пожалуйста, вашу мысль. Мы начали вас перебивать. Да как-то ее мысль тут назвать труднее. Так, еще раз. Пучковое оружие светит в метеоритет. Пучковое оружие появилось как диагностическое средство для обнаружения ядерных фугасов на орбите. Смысл был простой. Если пучковая дорога бьет в боеголовку, ну, и в боеголовку, а что там летает, тогда была концепция глобальных ракет. То есть боеголовка летает по орбите, в нужный момент получает команду и летит в цель. Концепция не состоялась как вид вооружения, но была очень увлекательной для наших и для американцев. Поэтому все про это говорили, что-то, наверное, экспериментировали. И вот задача инспекции к такой боеголовке там есть, подделяющейся веществом, например, всего урана или плутония, или нет. То есть с этим пучком туда засадите, там что-то есть, оттуда вылетает характеристическое излучение. То есть посвятив таким пучком на боеголовку, можно понять, есть ли это боеголовка или просто, собственно говоря. Потом выяснилось, что можно добиться высших плотностей и мощности. И вот этот водородный пучок, он, ну это десятки киловатт на квадратный миллиметр. Ну то есть этот танк можно разрезать. Ну и потенциально с орбиты Луны можно убить любого человека, находящегося на земной поверхности, в полушарии обращенном куне. Вообще не со скоростью света, но почти. То есть это абсолютное оружие. Соответственно, оно исключает мировые войны. Ну просто как? Непонятно. Ну для этого государства должны перестать заниматься херней, а договориться. А сейчас не кажется, что они в близкой перспективе договорятся. А дальше, если представить, что пучок очень мощный, то потенциально можно летящий на тебя метеорит светить вот таким образом. Ну как оценку скажу. Мощность это порядка 100 тысяч квадратных километров в солнечной бутыре. То есть это задача для мировой экономики, а не для страны. Вот тогда, если вот в метеорит сегодня высветить, светить не с земли, потому что у меня вращается, это неудобно, где-то на одной орбите Луны размещать, видимо, где-то там. Ну выцеливать, что опасно, то, что может в землю попасть. И чтобы в него светить, то он снижает скорость и проходит ближе к Солнцу, чем собирался. Ну то есть проходит мимо Земли. И уже не вернется, потому что, как известно, они летают по эротическим орбитам. Ну может через миллионы лет, не знаю, недлинные периоды. Всякие кометы, метеориты, никакого другого способа. А начать я бы начал с убийства космического мусора. Разговоров много, 8 тысяч тонн летает. Первые случаи попадания разрушенных спутников в неразрушенном уже есть. А с повреждением кубсатов, ну они единичны пока. Ну кубсат это стандарт, как бы 10 на 10 на 10 сантиметров, это как бы спутник. Ну и можно из них совать там где-то будет. Это по силам студентам. Притом там не 8 тысяч тонн лет, а 80. И вот тогда мы произошли, когда начнут отвариваться спутники связи, спутники наблюдения. Просто из столкновения. Ну вы понимаете, что все орбиты, ну все зависит от того, где ты запустилась, какую скорость, в каком направлении. То есть это такая круговертика. То есть это не одна орбита, по которой все летают. Это много орбит, в том числе сходящихся каких-то точек. Ну и по мере роста количества поводов, будет расти количество случаев. Потому что если все это убрать, самое естественное, стоит как раз продать пучковое оружие. Но для этого нужно договориться. То есть это деятельность не страны. Хотя спутники нужно просто собрать одну страну. А вот метеориты. А метеориты это серьезно. Мы забыли о классовых различиях, о расовых различиях. Мы обо всем забудем. Если у тебя нет вопроса, мы будем вообще или нет. Ну последнее прилетевшее чудо, как известно, грохнуло все динозавры. И сократило количество видов, чудо не в сто раз. Но если бы с нами такое случилось, у нас бы не было. Мы очень-то вышли. Что такое метеорит, теоретически возможно остановить? Конечно. И остановить нельзя. Ну да, я помню. Ну в смысле, теоретически можно и остановить. Но это уж совсем. А надо-то немного. Изменить, а кто? Об этом речь. 30 км в секунду, а ему надо изменить скорость на 100 метров в секунду. Это огромные затраты энергии. И это долго, это не секунда, это надо эвуоцировать. Где-то трое суток, которые он будет с момента обнаружения до нас лететь. Ну условно километр, там на 100 миллионов километров. Это прожигает атмосферу, да? Это прожигает атмосферу, но зачем? В атмосфере это... Вы на Земле, а Земля вращается. Как вы эвуоцироваете метеорит, если вы вращаетесь? Вам нужно это вынести туда, где вы смотрите на него всегда. Это явно космос. А такой пучок, конечно, пробивает. Ну, молния же пробивает атмосферу. Так это не серьезно, это всего лишь электроны. То есть, а здесь это протоны. Конечно, он быстро образует каналы, но это бессмысленно. И на Луне это стоять нельзя, она тоже вращается. Это надо вешать где-то. Чтобы штука все время ориентировалась на цель. Ну, а если говорить о земной проблеме, то это просто стратостат, на котором на 40 километров поднимается небольшой ускоритель, питается с земли по тонкому-тонкому скорлупную корыду. И стреляет все, что влазит из груза. Все это теряет скорость и сгорает в атмосфере еще. То есть, 80 тысяч тонн сжечь в атмосфере, потому что этих медиаритов сгорает в атмосфере. Ну, какие-то миллионы тонн за год. Вот. Стрясающе. Значит, соответственно, спасибо, но я тут... Так, в один прекрасный момент вы знакомитесь. Насколько я понимаю, с Андреем Козненко, с Игорем Евгеньевичем Кузнецовым, с Юрой Андреевым. Было так. У нас Гоня ушел, Кузнецов, Игорь, ушел в академ. Да, кстати, была очень симпатичная история. Учился такой парень, Костя Пустов, говорит, яркий парень. Сейчас он доктор на Урале. С Вистехова, естественно, вышли. На Вистехе в академ тогда уходили через одного врача, это был психиатр. Проходили со словами, голова болит, учиться не могу. Ну, приходит один, рассказывает о том, как ему плохо жить, и говорит, что он до 4 утра разговаривает с Костовой. Ну, не умерит давление. Все, да, действительно, в академ. Второй, третий, четвертый, заходит пятый, говорит, я просто новый. Без разговоров. И вот, Гоня, вот под это он все очень хорошо жил и ушел в академ. А пришел на курс, ну, позже того, на который поступил, это вот как раз наш курс на ФОК. И он был очень заметной фигурой, у него был выдающийся голос. Это он диапазоном, с чудесным тембром. Он им прекрасно владел. И он вообще бесконечно способен человек. То есть он слышал мелодию, так закрывал глаза, и так, поглядывая, выписывал 4 вокальных партии. Вот так просто. Ножные грамоты я не знал, но дело-то не хитрое. Вот и придумать его было дело хитрое, а понять, что это такое. Вот, и собрались голосистые мужики. Начали в романтиках, это был клуб в ФОК. Орать там, как коты мартовские по ночам, по вечерам. А была в стих песня, она же подожгла в стих песню. Мы все очень хотели, мы в стих песню, мы пели все в стих песню, никакие песни сами стали придумывать. Ну и фактически мы пели джаз, как я понимаю. Ближе всего, но Гоня делал джаз из всего. Вообще он все делал из всего. То есть из любой мелодии, он мог сделать любой стиль. Ну это были гитары так себе, если честно, ну так, как-то. Вот, а единственным коллекционным гитаристом был как раз Андрюша Казаренко, которым познакомились мы можем, был Супмо. Я, по-моему, тоже здоровый был, кажется. Он получил кличку «Секаль». И на третьем курсе, или на втором курсе, к нам поехали ребята с физического факультета на Сибирском государственном университете. Клуб «Кванки». Ну это где-то примерно 78-79 год. Ну, 77-78, скорее так. Вот так, вот так. В отличие от нас, они шутили, то есть были скорее на стэп похожи. Но у них была другая структура. Академгородок, иначе устроен, чем был датрудный, совсем. И, ну собственно, один из отцов, из тех, Михаил Алексеевич Лавренкин, устав от ограничений, навязанных в Москве всем, кто хочет что-то сделать, поехал подальше куда-нибудь. Но вблизи индустриального города. Он выбрал Новосибирск. Был построен академгородок. А в нем был построен университет, который построил веки физтех. И он очень похож на физтех по идеологии. То есть там с третьего курса, со второго, народ работает в лаборатории. А ощущение еще и в коммерческих фильмах. И в окончании его родили. Университет, который по специалистам, настоящий, боевые. И вот, клуб «Квант» — это старейший студенческий клуб страны. Он будет обучать 50 лет. И у этого клуба «Квант» исторически сложились юмористические традиции. Там же называлось «Кантышник» раз в год. Каждый в культете делал свой «Кантышник». «Квант» начал делать первое. Очень, ну очень. Ребята, просто очень. Вот через такого парня Боря Горбейчка. Он на пару лет моложе меня учился. Как-то он с ними начался через ФМШ Новосибирск. В общем, они приехали. И я был совершенно очеван. Ну, выступали в концертном зале, который к тому моменту был. В концертном зале, да. В концертном зале, да. Вот. Не только я. Мы все были под впечатлением. Ну, я помню, какое на меня впечатление производили. Во-первых, там Кондратьева Челенгирова. Во-вторых, совместно все новосибирцы. Кондратьева Челенгирова — это все стихи. Да. А тогда не было Кондратьева Челенгирова. Тогда не было. Я в курсе. Было что-то, но... Ну, я не могу сказать, что уровень шуток там хуже или лучше. Скажем так, шутки университета, они физичные. Они очень много шутят про физику. Но я в физтех шутил не про физику в основном. Нас позвали, потому что им правило, как мы поем. Например, тут Капычник. Так. И Академгородок меня просто... Я понял, что я буду жить здесь. Любой ценой. И когда макро-шеф Антар Садович Каратеев, а считалось, что если ты не троечник, то ты аспирант. 25% выпускников через 3-4 года защищались. Ну, я должен быть аспиранатурой, теоретической. Вот. И когда меня спросил, а куда тебе? Я говорю, я хочу Академгородок. У меня аж очки не падают. Так, на нос. Куда? Из Москвы? Ну, конечно. Какая-то густинка у меня мелькнула. Такое было видно, что тоже такие мысли бывают. И я поехал в Академгородок. На стуль химической тематике Горини. В какой-то время там эта тема была. Потом, чуть раньше развала Советского Союза, она закончилась. Вот. И стал работать в Институте автоматики. А потом столкнулся с качеством системы служения Академии наук. Пришел, говорит, в БИП, Город инструментов приборов. То есть там выдавали микросхемы, подшипники. Я вот тут заказал, как сейчас, операционный учитель 544-Д2. Скоростной научитель на поле ухватиста. Где мои южники? А мужик, который там сидел, он говорит, новый человек, у нас план на хозяйство. Вы знаете, что такое у нас план? Нет. Ну, это когда за 5 лет до того, говорят, что и когда. Я говорю, это мне 5 лет ждать, что ли? Ну, бежим 5 лет, 2. Я с матом убежал из института. Ну, это был там 5-й случай, когда я вот так, как. У меня одна жизнь, и что я буду делать эти 2 года? Зарплату получать. Повис на веревках. То есть это называлось тогда техноспортсмены, техноальпинисты. Ну, на веревках швы к нам платить, стены красить, окна красить. Вот. Это больше на стереологию похоже, что на альпинисты, на самом деле. Я не был в институте ни альпинистом никогда. А спортсменом были, да? Нет. Ну, когда-то я выполнил, не выполнил это. То есть, как бы, по количеству боев, типа КМС по боксу. Но я был пацан, КМСом 16 лет стать нельзя. Ну, просто это боксы, это не шахматы. Ну, как-то КМСом себя не считаю. Ну, какой-то разряд там был, вроде бумажки тоже. Не, я конкурс-то был здоровый. Ну, это скорее папе с мамой. Я повесил на веревках весь этот пик-клант. Ну, сначала. Здесь мы вчетвером заработали 14 тысяч. Когда же были стоили шесть. За 20 дней. То есть, в Москве мы зарабатывали 300 рублей. Моя зарплата стажера сибирского отделения была 120 рублей в месяц. Но в Сибирске мы зарабатывали меньше 250 рублей в день. Поэтому меня зарплата институтка не интересовала никогда. Я покупал спирт. На этот спирт мне токаря точили то, что мне было надо. На мой взгляд, я занимался исследованием. Планах института не было. Мне было все равно, я не писал ни одной статьи за жизнь. Хотя 70 патентов у меня есть. Я инженер. То есть, я думаю, что инженеры и ученые – это одно и то же с точки зрения квалификации. Должно быть. Они такие же уравнения решают, такими же стилографиями. Все то же самое. Цели разные. Инженер хочет, чтобы она заработала, как я же сказал. А ученые пытаются понять, как оно устроено. Хотя крупные люди, которых сейчас на мой взгляд нет. Например, которые они не скопятся. Сказать, что он был ученым и не был инженером – нельзя. Сказать, что он был инженером и не был ученым – нельзя. Он был инженером и создатель кислородной промышленности Советского Союза. И весь мир до сих пор делает так, как сказал Капица. Называется Турбот и Тандер. На самом деле это Турбот и Тандер Капицы. В интернете это просто Турбот и Тандер. Они забыли. Ну, так же, как они забыли, что тонометр бывает только Короткова. Теоретическая система элемента бывает только Танделеева. Но как-то не сложилось. Ньютон как бы – да, а Танделеев в чем-то нет. А по мне, Менделеев-то покруче будет. Потому что Ньютона скорректировали. Ну, Альберт Иванович Инштейн, например. А Менделеев – это, извините, никто и никогда. Как это? Переписать периодическую систему элемента – это что? Ты? В смысле? По-другому оставить элемент? Нет. В чем? Вечняк? По-моему, это круто. Вот. И так. Никогда не хотел быть ученым. Семена хотел что-то сделать. Для того, чтобы что-то сделать, то что не было, надо что-то понять. Что никто не понимает. Потому что если все понимают то же самое, что и ты, то с какого буду нау, у тебя получится то, что не получается, что осталось. Логично. Вот. И поэтому ушел, условно говоря, в бизнес. Бизнесменов никогда не было. Плохо понимаю, что это такое. То есть бизнес – это все-таки человеческие отношения. Вокруг денег. А меня интересовало продпожелезо. Вот. Очень уважительно отношусь к бизнесменам. Это тяжелый труд, требующий таланта. У меня его нет. Без бизнесменов никакие инженеры ничего не сделают. Впрочем, без инженеров без бизнесменов тоже ничего не сделают. Ну, это опять, что в автомобиле главнее? Колеса или двигатель? Да попробуем без чего-нибудь поездить. Все важно. Ну, вот, собственно, и все. Так. Ну, и расскажите, пожалуйста, как, на каком уровне, в каком виде выглядят сейчас ваши отношения, как, я так понял, свободного предпринимателя, свободного инженера с технопарком, с одной стороны, и с новосибирским государственным университетом, с другой стороны. Как это у вас в среднем дубле? Меня особенно заинтриговал ваш курс в Новосибирском государственном университете о непрошедших проектах в области техники. Это звучит исключительно интригующе. И меня завораживающее подействовало то обстоятельство, что там вы приглашаете на курс из 15 лекций на каждую из лекций нового специалиста, нового лектора. Так, начнем с технопарка. Мы находимся в дружественных отношениях с администрацией технопарка. Мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. Но по самой задумке технопарк – это инфраструктура. То есть, если у вас есть магазин, в котором вы покупаете колбасу, он вам нравится, если нравится, у вас отличное отношение с директором, но как бы и все. То есть, по делу я колбасу-то покупаю, но это все же нас связывает. Если говорить о конкретной, о идеологической, мы, конечно, связаны. Мы все хотим счастья, а хотим в городку. Всяк по-своему это пытается сделать. Всяк по-своему пытается какой-то позитив родить. Дручная организация, короче. Так, это замечательно. О вашем курсе лекций, как у мероприятия? Ну, курса не было никакого. Была идея, была попытка, было 110, наверное, лекций. Была идея заложена в эти лекции, да? Что начиная с какой-то глубины, специалист знает историю своего вопроса. В случаях не знаю. То есть, когда человек очень хорошо знает предметы, способен сделать что-то новое, чтобы он не знал, что делали до него, это вряд ли. Ну, естественно. Классический вариант снательный диссертацию. А, нет. Диссертация – это... Научный труд с обзором всех площадь зрения, как в классическом виде. Ну, я вас предупредил, я ни в статье не написал. Я на то, что этим горжусь, не считаю это обязательно мне работу. Я про то, что вот глубокий специалист, который рассказывает о своем взгляде на специальность, в качестве иллюстрации привлекает свой опыт и опыт других людей, про которые он прочитал. И самое интересное, конечно, неудача. То есть, понятно, что удача мало чем молчат. То есть, это часто происходит случайно, а человек начинает думать, что он тут причем. И что вот так и надо делать всегда, и так всегда будет хорошо. А неудачи заставляют думать, искать причины. Поэтому причина неудач, наверное, самая обучательная в идеологической сфере – это не обучение, а воспитание. То есть, человеку рассказывают про жизнь, про реальную, как оно на самом деле. И, естественно, должны рассказывать люди разных специальностей, то, что электро, который способен внятно объяснить про гидродинамику, про теплообмен, про какую-нибудь электронику, про СВЧ, бог знает еще про что, так не бывает. Нет таких специалистов. Ну, естественно, потому что СВЧ – это одно электроника за другое. Ну, вот, скажем, про подшипники, оказывается, можно рассказывать часами. Это безумно интересно. А можно рассказывать, почему в Англии, несмотря на полное пропустительство властей, появились и расцвели паровые машины, а во Франции и в это же самое время очередной Людовьев прилагал все усилия для того, чтобы интенсифицировать научно-технический прогресс, ничего не вышло. Как так могло быть? То есть, видите, у вас тоже такой же синкретизм заложен, да? Синкретизм – это что? Ну, имеется в виду, вы тоже создаете некую среду, да, не просто голое изучение предмета, да, вы хотите создать некий такой гуманитарный образ, что ли, да, в вашей специальности, для студентов. То есть, вот здесь… Ну, можно так сказать, но я бы сказал честнее, в нашем случае. Я хочу иметь несколько версий решения кадрового вопроса. Для этого мне нужно вызвать интерес. Ну, вообще говоря, скорее к специальности, чем к конкретной фирме. Потому что, ну, многие фирмы в Академгородке дружат, они не конкурируют, они на разных полях. Да, ну, эти оптики, а эти там, не знаю, электрончики, но кадровый вопрос у всех похожий. Ну, соответственно, чтобы… То есть, к сожалению, в университете очень долго держалась идея о том, что он готовит кадры для науки, хотя все университеты мира готовят кадры для народного хозяйства, для науки в том числе. И идея о том, что если человек умеет решать дифференциальное сравнение, то он, наверное, физикой, если не умеет, то он, наверное, инженер, она неправильная. Они должны решать их одинаково. Вот, как бы, изменить взгляд. Чего такое инженер? Это, оказывается, интересно. Это, оказывается, увлекательно. Великие там, это очень хороший якорь. То есть, вот, тут происходят такие события, в которых разобраться очень сложно. Как бы, как для себя решить, что хорошо, что плохо? Могу читать его Николаевича Толстого. Кому-то помогает. Но история техники – это не брехня. В отличие от мировой истории, которую каждый там политик переписывает под себя, Историю техники – это некому, незачем было. Там есть версия, что китайцы придумали порох. Это, опять же, не так. Это то, о чем я пишу в одной из своих книг. Перевожу, собственно, один из анекдотов. Просто это, пожалуйста, если вы говорите, что китайцы придумали порох, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, откуда они брали селитру, откуда они брали уголь, откуда они брали север. Тут вы заблуждаетесь. Я не была, и серебря, и серебря, и древес, не уголь. Китайский мандарин «Лип» попытался улететь на Луну на 32 феверверчных ракетах в прошлой эфре. Но ствольное оружие шло в Западный остров. Почему китайцы? И началось это в конце 13 века. Почему китайцы за 13 веков не смогли сделать ствол? Потому что одна из основ китайской культуры, понятно, от этой основы взялась, во-первых, старший прав всегда, во-вторых, тем более прав начальник. Ну иначе такое огромное количество людей на маленькой территории не организовали. Соответственно, кто-то когда-то написал стихиометрию, любое соотношение компонентов, любое отступление от нее, это Громова. А при этой стихиометрии не взрывается, а только горит. Это зажигательный состав. С теми же веществами, но с другой стихиометрией. А похоже, Роджер Бекон в 1248 году, если я правильно помню, получил уроки некий китайский трактат, где был описан зажигательный состав. Но поскольку сегодня с китайскими переводами не очень, а тогда было совсем не очень, то он просто взял про серующий литров и древесный уровень, понял, а соотношение проверил. Ну и, соответственно, есть дата, когда он купил монастырь, купил серующий литров и древесный уровень, и дата, когда Керри пришлось и надержать после взрыва. Поэтому откуда взялся порох, как мы его понимаем, то есть метательный состав, метательный, а китайцы сделали зажигательный. Это греевные греки тоже сделали зажигательный. Называется греческий огонь. Кстати, селитры, они похожи на какие-то тяжелые нефти, типа асфальтов каких-то там, не знаю. Так что... История техники. Там не врут. Ну, в смысле, тот же бру. Да, кстати, Бертольд Шварц на свете никогда не был. Бертольд Шварцова считает это мифической фигурой, да? Не я. Это я прочитал в немецкой книжке, переведенной на русский язык, в 1899 году, где было написано, что Бертольд Шварц встречается в писанной истории один раз. В какой-то средневековой рукописи другими чернилами вписана новая деза. Бертольд Шварц был и изобрел порох. Родился, где помер, черничок. Вот есть только вот... Потому что немцы были очень хотели быть, где это было. Они все равно вписали. С точки зрения методов цивилизационного анализа это решается достаточно просто. Первое, кто может забрать достаточно количество селитрий. Ключевой элемент, потому что уголек и серо с этим как-то попроще. Вот, собственно, если идти по диалекте, о чем, кстати, ваш покорный слуга пишет в книгах своих. Я-то всего лишь о том, что история техники не врет. Вы ее уже интерпретируете. Я не против, но и тоже подвержена этому греху. Интерпретация происходящего. Хорошо быть умным, когда все уже случилось, все понятно. А вот попробуй угадай, что будет. История, она вообще для этого. Ты изучаешь то, что было, ты хочешь понять, что будет. Конечно, естественно. Да, исходно. А не историю ради истории. Так вот, с историей техники это можно. Можно, глядя на то, что происходит сегодня с генерацией электричества, примерно представить все, что будет. С курсом доллара не так не получится. Курс доллара, там много кто причастен. К электричеству тоже. Причем к курсу доллара в основную часть частные люди бессмысленные. В том смысле, что они не понимают, что это доллар. Они его покупают, продают. Без всяких философских размышлений. А те, кто занимается электричеством, в основном компетентные. Я говорю не о потребителях, а генератах. Это уже такая полуэтическая сфера. Я бы туда не хотел ходить. Я бы хотел остаться на саркастическом уровне, так сказать. Без фамилии. Ну, удивительный рассказ. Завораживаете так. Харизма сильная у вас. Хорошо, спасибо. Я бы по-другому скажу. Генерация лапшиня развешана не на уши. Говорит, это моя профессия. И довольно давно. Мне кажется, я получаю зарплату в заслуживание. То есть, производить большую развешку я бы научился. Новосибирский академгородок существует в рамках моих представлений уже более 60 лет. Самый крупный проект, помимо инфраструктуры и технопарка, который дал новосибирский академгородок нашей замечательной стране. Сперва Советскому Союзу, а потом России. Начнем с того, что кто будет спорить с тем, что если бы у нас не было нефти и газа, у нас было бы по-другому. Кто спорить не будет? Ну, а откуда у нас нефть и газ? А это товарищ Габрицов, который открыл 70% того, что продается в его появке. Это был геолог, который работал в Западной Сибири? Да, он же прослежил самую глубоку в СССР на Кольском полуостре 11 километров. Причем, по-моему, на 7 километрах у него стали ломаться буры. И, понятно, из Москвы откуда еще была обказьевка завязывать. Ну, словно, пошли мы. И свернули. Так же. Вот до 11 километров он засвернулся. А следующий был получен где много лет. Что-то там 17 километров не у нас. Ну, а те 11 километров в постоянной мировой приборе много лет. Но дело не в них, а в том, что он открыл большую часть нефтегазовых месторождений. Количество месторождений золотых, там, стальных, я не знаю. Оно безумно. То есть, как вы понимаете, если Сибирь из России выграется, то Россия исчезнет. Так вот в Сибири месторождение. Месторождение открывается в Сибири. Ну, за редким исключением. Я говорю о том, что искать сейчас, а не о том, что было когда-то. Это раз. Есть темы, про которые я не хотел бы говорить. Они связаны с интересной обороноспособностью. Ну, так получилось, что я знаю следы. Вот это там началось, вот это там началось. Ничего до конца, но это и не дело науки. То есть, наука это не те, кто делает ракету или бомб. Наука это те, кто формирует знания для того, чтобы инженеры, чтобы сделать ракету или бомб, или чуть-чуть. Дальше. Институт сновой генетики одна из самых сильных российских систем в части изучения генетики. Например, по-моему, феерическая ремота. Была выведена порода позитивных лисов. То есть, такие лисы, которые не кусались, такие классные. Как это возможно? Я не знаю, первый ли это прецедент за всю историю человечества. Сознательно, за короткое время, появились лисы, которые не кусались. Представляете, какой-нибудь уровень компетенции? То есть, лисы стали домашними животными? Да. Потрясающе. Стараюсь потом почитать. Эти лисы не стали домашними животными, потому что лиса, она гадит много. Никто не знает, как ее содержать. Они стали такими, что они могли быть домашними животными. Ну, да. С точки зрения уборки. То есть, то ли вольер, то ли комната и так далее. Да, да. А характеры... Ну, я помню, вблизи, когда на острове Русский к тебе в леса подходят, и понятно, бешеная она или какая смотрит на тебя. Это все равно напрягает. Дальше. Она из самых ярких, несостоявших нобелевских премий. Части физико-электронные частицы. Связана с именем Герши Ицковича Дуткера. Именем которого названы институты ядерной физики. Это так называемое электронное охлаждение пучков заряженной частицы. Выдающийся результат. И сейчас весь мир делает только так. Оно вели в универе только потому, что он был в Советском Союзе. И больше никаких причин не видел. Я не знаток Сибирской Малекии. А, товарищ Лаврентьев построил плотину под Алматы, антиселовой. И устроили много людей. Ну, что закладывать, где взрывать, как там, что. Это решал один человек. Псельцы там, я не знаю, мы там полкубического километра земли взлетели, пролетели полтора километра, а упали, куда сказали. Это как? Без суперкомпьютеров, прочие глупости. Сейчас такого масштаба проектов нет. Что кто-то построил плотину. По-моему, в два приема. Вот так. И все. Взрывчатки. Вот это вот. Результаты Лаврентьева, все математики, ну, практически все математики, которые знают мир, это ребята из школы Лаврентьева. Моя идея, раз в Москве меня не понимают, значит, давайте, когда подаемся в Сибирь, может быть, меня поймут в Сибири. Мне не нравится ваш трактовка. Абсолютно плевать, понимать меня в Москве, или нет. В Москве это было скучно. Нудно, скучно, погано, тяжело. Во-первых, в Москве очень трудно организовать сообщество. Все их все растаскивают. Ну, то есть, вы попадаете куда-то, где вы окружены людьми, которые попали туда случайно, до следующего сообщества вам далеко. В Москве, я думаю, очень много классных людей. Они так редко встречаются в Массиве. Короче, 12 водного пролета. Внятного человека в Москве очень мало, потому что есть невнятные люди, их много. Это связано с тем, что просто Москва очень большая. Но, кроме того, у нас москроцентрическая страна. То есть, если диометр представить все трехмерный, то то, что обладает пониженной плотностью, стремится вверх и к центру. Вот оно тут и устроено. И его концентрация, она маленькая. А оттуда оно выплывает. И вот там становится меньше. Ну, вот это и субстанция. А если говорить об этом городке, то просто количество мозгов на квадратный метр самое высокое в мире, все остальные отдохнут. Экспорды, Кофф, Кембриджи. Все вот это несерьезно. Потому что везде там работают кореша. В любом крупном университете мира есть приятели или знакомые, даже друзья. И они-то рассказывают, как там и как здесь. Поэтому безусловно, тем более с наступлением интернета информационный обмен стал резко более свободным. Это сразу улучшилось. Люди в основном, простите, порноху смотрят по интернете. Трафика, естественно, бежит Сергеев. Поэтому сказать, что это как-то изменило. Да, очень ухудшило качество образования. Это правда. Ухудшило вообще-то. А что, улучшило, что ли? Давайте посоревнуемся. Зовем первокурсника и посмотрим, что он знает. Возвращаемся к теме Московского физико-технического института. Вы на том же самом курсе, правда, немножко на другом факультете, чем учился Андрей Гейн. И, насколько мне известно, ровно вашим однокурсником был Володя Долгов, Владимир Анатольевич. Пару слов об одном, пару слов об другом. Если вы чувствуете себя как бы компетентным, Гейну ничего не могу сказать, кроме того, что я знаю о его результатах. Личное знакомство вам получилось, не получилось? Я не думаю. Скорее всего, нет. Все-таки у него ФОПФ, у вас ФОКИ. Хоть курс один. Ну, СОПФРА, корешей дофига. И наоборот. А так как можно? Близкие очень приятные. Как действительно, у вас мама большой ученый, да, вот, гуманитарий. В каком области? Русский язык, русский регионат. Ну, вот, да, это. А вы технари... Диалог технарии. Можно организовать, на какой основе? Это важно или это не важный вопрос? Всегда, на мой взгляд, начинается с цели, которую вы преследуете. Вы должны. Вы не темные, не должны. Да. Ну, просто, если мы хотим... Давайте я так очень упрощен. Да. Если исходить с того, что мы хотим счастья, то есть, хотим быть нужными, счастье у каждого свое, но, представьте, человеку, который никому не нужен, и счастлив, и не труд. То есть, это как бы обязательно. Вроде бы, компонент. Итак, если мы хотим быть нужными, то мы должны что-то такое сделать, что нужно только нам. От этой декларации надо бы перейти к каким-то целям. Конкретным. А потом к средствам достижения этих целей. Знаете, как при описании оружия. Есть средства доставки, есть средства проживания. Есть цель. Ну, так и здесь. Какую цель мы преследуем, пытаясь поженить или привести взаимодействие гуманитариев и технологий. Вот давайте эту цель определим. Ну, например, создание оптимальной системы образования средней. То ли с участием интернета, то ли без участия интернета. Начнем с целей образования, простите. Давайте. Если бы можно было, если бы так можно было, я бы сказал, что гуманитарии. К гуманитариям относят, например, химиков, врачей. На мой взгляд, это неправильно, а технологий. Ну, химиков к гуманитариям вряд ли кто-то относится. Биологов. Это скорее идеология стесновки. Да. По мне, они технологии. Потому что они пользуются модельными представлениями. Если вы хотите, на мой взгляд, для образования, нужно решать две задачи. Одна задача – это воспитание и гипнозный финанский гуманитарий. Вторая задача – это образование и гипнозный финанский гуманитарий. Когда у меня дочка поступила на физфак, она его дырала из трех факультетов. И когда пришла, я сказала, я подал на гуманитарий сфак. Я говорю, почему? Она сказала, папа, ты же говорил, что физик может быть президентом, президент физик – нет. Вот есть универсальное образование. Вот ты его получил. После этого, как мы знаем, люди стихи пишут, фильмы снимают и так далее. Но базовое образование должно обучить тому, что аксиоматика – это дело людей, а не природы. То есть гуманитариям сложно. Они аксиоматизируют какие-то тезисы, начиная с христианской доктрины. Вот это хорошо, а это плохо. И не хотят понять, что это просто версия коллективного договора. Это не хорошо, не плохо, как некая божественная, не знаю, какая сущность. Это люди так договорились. Потому что в каких-нибудь первобытных применях люди друг друга ели, там тоже было свое хорошо и плохо. Ну, как-то мы их совсем не поймем. Значит, эти ценности, они… Ну, не ценности, а аксиоматика. А человек понимает, что аксиоматика условна. То есть в любой приличной нобелевской лекции сказано, что наука – это точка зрения. А вовсе никакая не истина. Ни разу. Истина – это туда. А это правда. А правда, как известно много. Калининградская, Московская, Кутсомольская. Чем не нравится русский язык? Что ребенок с молодых ногтей видит, что, оказывается, могут сосуществовать совершенно разные точки зрения. Это все разные правды. А для человека слов такого нет. Ну, есть дружь, то есть истина. Ну, и рай, то есть правота. А правда, как таковая, поискай. Я не знаю. Ну, у них истина – это то, что решил суд, например. А мы же понимаем, что суд из людей. Суд ошибается. Какая же это истина? В чем не одна просто у нас? Я автор одной занятной научной работы «Логический формализм. Реконструкция истории человечества». Вот, собственно, Александр Владимирович ее прочел, с ней ознакомился. Время от времени меня критикуют. Время от времени у нас возникает плавная дискуссия на этой почве. И напоследок, скажите, пожалуйста, с кем из московских научных коллективов вы работаете? Например, с той же самой институтом энергии Курчатова? Курчатова, курина, точно нет. У меня есть конкретная тематика, как она называется, Этера. Она предписана. У меня сотрудник Курчатова. Ну, у нас масса дружеских контактов. Есть кореша в очень разных сферах. Сказать, что я с коллективом, ну, как-то это... У каждого из нас есть друзья. Я вас буду как подписывать? Из тех, в 81-й году выпуска. Андрей Андреевич, тогда вам большое спасибо. Только не надо учить ученых, как симпортировать вагон колбас копченых. Один звонок в Нью-Йорк, в знакомый институт. Там много наших что-нибудь пришлют. И в бизнесе верен, я знаю, закон сохранения масс. Чем больше мозгов за рубеж утекает, тем больше оттуда колбас. Мы начинали со всяких вискос, Возили сахар, пока все вокруг не слиплось. Потом научный факт открыл наш институт, Что только куры денег не клюют. Есть наши куры во всех столовых, А значит, польза есть от нас, яйцеголовых. У куриц два крыла и две больших ноги, Но все ж милей куриные мозги. И тысячи, и тысячи ученых, Забыв про науки свои, А другие теперь изучают законы, Проходят иные статьи. Подразобравшись с куриным мясом, Нас посетили джентльмены в адидасах, Но аппетиты есть не только у крутых, В науке лысых больше, чем у них. И силовые не спят структуры, А как проснуться, тут же сразу просят куры. Ну, очень может быть, им скоро надоест, Их станут делать, а не только есть. Реформа завертелась, машина, Ей лишь не хватало толчка, А сияет в сибирской науке вершина Куриные огарочка.